ирина гу г не за константин натан что все таки произошло с похоронами х сергеевича горбачева почему путин так странно себя вел почему были приняты такие решения фактически запрещающие да я согласен запрещающие эти проведения мероприятий похорон ирина дамы ирина а зависть понимаете все это происходило в условиях когда она весь мир признавал роль горбачева сохранение мира в реформации страны в создании условий для восстановления демократии а этот окурок он утверждал прямо противоположное что горбачев развалил страну горбачев плохой он побаивался прямой конфронтации с михаил сергеевич пока тот был жив понимаете заявление любое заявление горбачева по поводу путина могло привести просто к не просто к изоляции к смещению отстранения от власти ну вот если михаил сергеевич не использовал бы вот эти дипломатические приемы для оценки событий не говорим бы что осторожные такие оценки агур называл бы вещь своими именами попал бы под влияние борового к и перед этим новодворске ну путина этому пришел бы конец еще быстрее а так вроде он уже ничего не скажет горбачев ну кто-то там за него скажет но это не то же самое что горбачев обращаясь к мировым лидерам сказал бы ребята это бандит его надо отстранить от власти . чем быстрее тем лучше . был бы очень не сладко этому путина вот и до зависть и противоречивая такая ситуация конечно пропагандистских целях надо было доказать российским гражданам что это вот плохой горбачев развалил великую страну а граждан граждане то они умные оказались они пришли прощаться пришли почтить память и у меня кстати анекдот был лерочки он очень нравился это из серии вот это владимир владичком когда боролся с проектом павловского владимир владимировичу вот я писал анекдоты очень злые не важно несколько сайтов пытались у меня эти анекдоты размещать то когда смотрели говорили что ну нет нас ликвидируют там еще и убьют вот и анекдот был такой что как раз связано было с реальными событиями папа римский умер и и народ скорбел и путин решил попробовать тот в этом анекдоте попробовать всем сообщить что при смерти и сообщил и через щелочки в окне там наблюдают за тем что происходит на красной площади народ празднует эти охранники на лерчик почему-то это очень нравилось на крышах гума пьют чай и до входные записи слушают вот и он очень расстроился проект мне удалось победить этот проект павловского павловский журналист я забыл как его звали дом продаж принимал участие в во многих путинских проектов и помню вот значит разные концепции народ пришел народ нравится нравился горбачев и пришлось это же надо так пустить поток машин мимо вот этого колонного зала дома союзов чтобы не дай бог люди там не собирались там же традиционно генеральных секретарей хранили до самых неизвестных на лафете там гроб везли к красной площади он даже не воспользовался возможностью похоронить горбачева на красной площади хотя бог бы хотя михал сергеевич предварительно очень разумно поступил завещав похоронить себя на новодеичьем кладбище рядом рядом с рейсмаксим горбачевой зависть зависть и противоречия вот эти концептуальность вот между идеологическими пропагандистскими установками реальной жизни в реальности ну народ трудно обмануть там не хочу повторять банальность можно обмануть один раз в одном месте но обманывать всегда и по любому поводу невозможно можно 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 можно